Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев Нурсултан Назарбаев Сейчас Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира. Построить демократические институты при слабой экономике бедствующих гражданах нельзя. Поэтому, по словам Назарбаева, во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния казахстанцев. В результате объем экономики удалось поднять в 15 раз, а доходы населения в 9 раз. Досрочно выполнена стратегия «Казахстан-2030». Это позволило республике войти в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Теперь, согласно Конституции, временно исполнять обязанности президента будет председатель Сената Касымжо Мартукаев. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента и его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем Сената парламента в настоящее время является Касымжо Март Камэльович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он – выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. В среду в 12 часов состоится совместное заседание Палат парламента. Об этом сообщили сразу же после обращения Нурсултана Назарбаева. Около полутора тысяч нуждающихся семей отметят новоселье уже в мае. С первого числа в стране начнется распределение жилья среди многодетных. По поручению президента ежегодно 6 тысяч малоимущих семей будут получать квартиры в течение пяти лет. 50 миллиардов тенге, которые государство выделяет на приобретение и строительство жилья – это только новое жилье. А 2% годовых, 50 миллиардов тенге для многодетных семей, неполных семей, семей, воспитывающих детей инвалидов, там 2% годовых, 20 лет, 10% – это первоначальный взнос, который можно закрыть жилищным сертификатом. Вот здесь можно приобретать и вторичное жилье. По данным ведомства, в очереди на льготное жилье сейчас стоят около 280 тысяч нуждающихся, 61 тысяча детей-сирот и 28 тысяч многодетных семей. Ноутбук, игрушки и сладости вручили нуратановцы многодетной семье в Алматы. Проект «Наурис Челлендж» – это еще одна инициатива общественного фонда Баккатаутбаса Алматы, созданного при городском филиале партии. У меня 8 детей, 6 мальчиков и 2 девочки. У меня Кумыс Алка, теперь вот будет Алтаналка. Я очень благодарна за поддержку государства, за внимание, которое оказывают мне и дети. Сегодняшний визит гостей – настоящий сюрприз к Наурызу. Дети рады подаркам. В Алматы медикам разъяснили каждый пункт программы президента Алиуметта Камкорлак. По ней на поддержку социально уязвимых слоев населения из местного бюджета направляется более 5,5 миллиардов тенге. В первую очередь помощь получат многодетные семьи. Отдельно от госпрограмм средства для них собирают неравнодушный фонд Баккатаутбаса. Его работу контролирует Нуратат. Сейчас на счету организации 100 миллионов 850 тысяч тенге. Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской и районные филиалы партии. Адреса вы видите на экране. Утечка газа на распределительной станции. Такова причина массового отравления школьников в Шимкенте, по мнению жандарбека Бекшина. ЧП привело к госпитализации 41 ребенка и четверых взрослых. Всем оказали первую медпомощь и назначили амбулаторное лечение. Дети поступили с симптомами головокружения, тошноты и потери сознания кратковременного. Все поступали в легкой степени тяжести. После оказания первичной медицинской помощи, проведения детоксикационной терапии, головную боль снимали анальгетиками. И проведена психологическая работа психиатрами. Но в основном это не со школьниками проведена была, а с родителем. Потому что родители волновались. Ну и боли были в желудке, головные боли. Потому что это случилось уже после обеда. И естественно дети были голодные. После того, как их накормили, их состояние улучшилось. Бекшин уточнил, что система газопровода находится всего в 600 метрах от школы. Эксперты обследовали территорию в радиусе километра. Вредных веществ не обнаружили. В КАС, Трансгаза и МАК в свою очередь официально заявили, что подобное ЧП из-за природного газа невозможно. Точку в загадочном отравлении детей поставит экспертиза. Водитель, сбивший людей на остановке, управлял автомобилем без прав. Оказалось, в 2018-м лихача лишили документа на три года за пьяную езду. Это обстоятельство, впрочем, не помешало ему сесть за руль своего авто и опять же, будучи под воздействием алкоголя, совершить смертельное ДТП. Трагедия, напомню, произошла в Алматы в минувшую субботу на пересечении улиц Коперника и Татсибекова. На месте аварии погибла 30-летняя женщина. Другая 40-летняя пострадавшая скончалась в больнице. С переломами обеих ног в травматологию доставили мужчину. Сейчас, по его словам, по словам врачей, его состояние улучшилось. Но длительной реабилитации все же не избежать. Сам виновник ДТП арестован. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Работа над ошибками. Алматинские подрядчики принялись исправлять дефекты на тротуарах. Дорожникам предстоит до конца недели за свой счет залатать ямы и переложить асфальт на некоторых участках, где еще не вышел срок гарантии. Претензии есть у жителей сразу нескольких районов, но лидирует по количеству жалоб Алмалинские. Айбану Анарбаева изучила недоработки подрядчиков. Мы находимся на улице Шайарипова, где дорожные рабочие снимают с тротуара треснувший асфальт и собираются уложить здесь новый. А вот эти куски в качестве пробы мы хотим сдать в специализированную лабораторию и проверить, насколько асфальт был качественным, который здесь был уложен ранее. По дороге в лабораторию мы выборочно проехались по нескольким улицам Алмалинского района. К примеру, на Кабанбай-Батыра, Караса и Батыра и Курман-Газы заметны свежезалатанные трещины и ямы. Тротуары у нас некачественные, конечно, нужно все ремонтировать. После зимы большие проблемы. Есть где-то недостатки, но в целом хорошо. Вообще тротуары, по идее, нужно было приподнимать от земли, а их как бы не приподнимают. И, возможно, из-за этого они ломаются. Качество не то. Хотелось бы лучше, конечно. Ну а так, да, молодцы делают, стараются для народа. Начали мы где-то, наверное, я примерно скажу, где-то около недели назад устраняем. Ну, по ходу выявления замечаний какие-то стараемся сразу устранить. При заключении договора у нас гарантия два года. Соответственно, мы выполняем свои обязательства по договору. Ну и, соответственно, несем ответственность за счет своих компаний. Ну, генеральные подрядчики, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, то есть строительство дорог, тротуаров, значит, если не своевременно выполняют работу, не по графику, то есть очень появляется дефектов. Тогда, значит, мы подаем к ним в суд и через суд лишаем лицензии. То есть этот подрядчик уже в дальнейшем не может участвовать в никаких конкурсах, никаких работах. За два года в городе отремонтировали около 75 километров тротуаров. Но на некоторых участках качество асфальта не выдержало даже минимального гарантированного срока. Жалобы или вот это все поступает, берем соцсети, обращения граждан со СМИ. И также мы, что сами выявляем, также устраняем в кратчайшие сроки. У нас сейчас в настоящее время по городу массово проводится, значит, текущий ремонт. Это четыре подрядные организации, 32 бригады, 272 человека рабочих, 75 единиц техники привлечены к этому. Значит, по основным магистральным улицам до 21 марта должны уже полностью завершить текущий ремонт. И до 16 апреля уже по улицам районного значения. По словам специалистов, асфальтная смесь, выпускаемая в Алматы, одна из наиболее качественных по стране. Но на ее срок службы могут повлиять не только погодные условия, но и неправильная укладка, то есть прямая недоработка подрядчиков. Имеет значение человеческий фактор. При укладке асфальтобетона должны учитываться несколько критерий. Например, температура асфальта, состав асфальта, бетона с завода, с подзавода, когда привезешь на дорогу, он должен быть соблюден определенной температурой. Потом процесс укладки асфальтобетона, время укладки в дождь, допустим, нельзя укладывать. Если не соблюдать эти критерии, асфальт прослужит недолго, может дать осадку и покрытие лопнет раньше гарантированного срока. Отчего же покрылся трещинами тротуар на Шарипова. Наши пробные куски специалисты в лаборатории приняли. По этим образцам они смогут определить состав асфальта. Но для того, чтобы определить плотность, качественный он или нет, специалисты пообещали выехать на место и с помощью аппаратуры взять еще дополнительно пробы. И в течение двух недель они будут проводить экспертизу. А по окончанию экспертизы нам дадут результат. Сообщите о проблемах, в том числе с дорогами. Алматинцы, как и прежде, могут в общественную приемную Акимата города по номеру 1308. Либо обратиться в нашу редакцию. Координаты вы видите на экране. От возмущения до восхищения. Промежуточные итоги транспортной реформы подвели в Алматы. Главная победа, по словам экспертов, одержана в войне с теневым рынком. Суммы, уходившие ранее в карманы недобросовестных перевозчиков, раскроет Рашид Ильясов. На кадрах 2015 год. На дорогах старые автобусы внутри транспорта все еще работают кондукторы и валидаторы. В погоне за пассажирами водители автобусов нарушают ПДД и попадают в аварии. Потом вот был долгий период застоя, и люди просто потеряли веру в то, что можно изменить ситуацию. И когда вот эти изменения произошли, конечно, был шквал возмущений. Первый шквал вызвала системы электронного билетирования. ОНАИ в тестовом режиме ввели в октябре 2015 года, а полный переход произошел в январе 2016. Так, можно сказать, и стартовала масштабная транспортная реформа в Алматы. У нас обороты рынка в 2016 году составляли около 700-800 миллионов. То уже в 2017 году оборот составил полтора миллиарда. Это месячный оборот. Сегодня мы уже достигли уровня двух миллиардов. Из тени по самым скромным подсчетам вывели свыше миллиарда тенге. Нечистые на руку бизнесмены снова подняли шум. Еще бы, такие деньги проплывают мимо. Легализовали обороты, получили большую доходность, получили возможность компенсации затрат за льготную перевозку граждан. Деньги в развитии, а не в карман по старинке. Некоторым перевозчикам пришлось в буквальном смысле учиться работать в условиях тотальной прозрачности. Сегодня все затраты перевозчика субсидируются Акиматом города. И в большей части, наверное, благодаря этому, сегодня уже не нужно думать, на какие деньги закупать запасные части, автошины. В большей степени вот эти субсидии, они помогли паркам обновиться. Обновление пошло массовое, чтобы комфортно и без копоти. На эко-транспорте настаивали сами алматинцы, ну и экологи, разумеется. Загрязнение воздуха создается в основном транспортными средствами. Процентов 70-80. Сейчас, вы посмотрите, что на улицах. В основном машины нового поколения. Все отвечают евро-5, евро-6 стандартам. В 89-м году индекс загрязнения атмосферы был 22. 22,18. Сейчас 8,5-9. Жизнь по стандарту Евро-5. Это автобусы на газе. В прошлом году на алматинские дороги выехали почти 500 единиц. В этом закупят еще 420. Крутить такую баранку – одно удовольствие, говорят водители, облаченные в новую единую форму. Водители получают хорошую зарплату, хорошие премиальные. Ну, за один день, я думаю, наверное, Москва не построится. Нужно время, чтобы водителей переобучить, работать уже по новым правилам. Сейчас в Алмате действует новый центр квалификации специалистов, который занимается именно обучением, переобучением. Сейчас за пассажирами водители не гоняются. Есть диспетчерская служба сопровождения. Она отрабатывает все, полностью диспетчеризация ведется. И в связи с этим водитель сейчас соблюдает только у него соблюдение правил дорожного движения, правил безопасности пассажиров. В диспетчерскую службу отныне алматинцы звонят по конкретным жалобам. Времена огульной критики прошли, заявил независимый эксперт. Сейчас я считаю, что критика стала более конструктивной. То есть люди не просто отрицают уже какие-то нововведения, они именно обращают внимание на конкретные нарушения, на конкретные проблемы. Перевозчики стали наконец-то более клиентоориентированными, они завели у себя специалистов. Рашид Ильясов, Нуржан Уразбеков, телеканал Алматы. Предложение бывших военнослужащих по жилищной реформе выслушал и записал заместитель министра обороны. Талгат Мухтаров прибыл в Алматы с разъяснениями по поручению главы оборонного ведомства. По словам генерал-лейтенанта, задача ведомства – пойти навстречу военнослужащим. К примеру, по вопросу обмена служебного жилья, не подлежащего приватизации. Надежный тыл военнослужащих – главная задача Минобороны. Встреча замминистра Талгата Мухтарова с бывшими бойцами состоялась по поручению главы военного ведомства. Выслушаны все предложения и проблемы. У меня почему-то есть уверенность, что сегодняшнее руководство Министерства обороны это просто так не оставит. Ну, когда такое было, чтобы заместители министра обороны ехали в гарнизон и исключаться за последние 15-20 лет? Сейчас, видите, с целой командой, спокойно, терпеливо выслушивают. Что будет, какой результат, это время покажет. Но то, что уже руководство идет к людям, внимательно слушают, это уже положительное явление, я так считаю. Настоящий закон не ущемляет права бывших военнослужащих. Все социальные льготы и выплаты получают те, кто добросовестно отслужил четверть века. Кто провел на военных гарнизонах чуть меньше, 20 лет, могут бесплатно приватизировать жилье или получить компенсацию. Новое законодательство не обошло стороной тех, чей срок выслуги по календарному исчислению составляет от 10 до 20 лет. Им дано право обменять служебное жилье, не подлежащее приватизации, на другое из фонда Минобороны и выкупить его по остаточной стоимости в любое время. Мы это начали с октября месяца 2018 года. На сайте, это все прозрачно, на сайте Министерства обороны размещен свободный жилищный фонд Министерства обороны. До этого мы уже поменяли 32 этих лиц данной категории, уже совершили обмен, осуществили обмен. Теперь они будут в дальнейшей реализации свои права на приватизацию осуществлять. В настоящее время у нас осталось 690 человек, пока остальная работа ведется на направлении, сейчас на сайте Министерства обороны также этот жилищный фонд постоянно обновляется. Право безвозмездной приватизации принадлежит инвалидам первой и второй групп, а также лицам, пострадавшим на ядерных полигонах. Салтан Ашурай, Влад Шишко, телеканал Алматы. Завоевание Парижа прочат казахстанскому художнику. Творения Санжара Жубанова впечатлили французских дипломатов. Настолько, что наш мастер получил приглашение на выставку «Арт Перис». Работы из серии «Номадическое сердце», по мнению критиков, способны популяризировать культуру кочевников и рассказать искушенным европейцам о богатых традициях казахов. В точности, как прописано в программе «Рухани Жангару», инициированной главой государства. Это была на выставке, да? Это была на выставке, я помню. Глубинная философия кочевников увлекла и научила Санжара Жубанова видеть мир другими глазами. Каждый предмет здесь наделен смыслом, а явление природы – силой. Окунуться в это таинство европейской публике помогут талантливые работы мастера. Очень много поэзии в произведениях Санжара. Особенно меня впечатлили скульптура на камне, да, или рисование на камне. Я понимаю, что это очень древнее искусство, наверное, 5000 лет. Есть петрографии, первые, наверное, в истории человечества появились во Франции, в Горде-Ласко. Но они есть во всем Прикаспийском регионе и по всему Казахстану. Но они есть, но они здесь другие. Казахстанская культура в глобальном мире – проект, ставший частью масштабной программы «Рухани Жангару». Участие казахстанского автора во всемирно известной выставке «Арт Перес» еще раз доказывает – мир проявляет глубокий интерес к намадам, к древнему и современному Казахстану. Нам хочется узнать побольше о Казахстане, о жителе Казахстана, какие здесь тут есть художники, творческие люди, из какого угла они подходят. Та выставка, которую мы видели здесь, в Алматы, нас очень впечатлили. Я абсолютно уверен, что французская публика очень будет заинтересована. И это очень хорошая возможность для культурного обмена, духовного обмена. И французская публика откроет для себя очень много. Выставка «Арт Перес» пройдет в так называемом Большом дворце Парижа с 4 по 7 апреля. Это коллекции 140 ведущих европейских галерей, тысячи участников и десятки тысяч посетителей. Я отправил 7 картин графических в моем стиле и отправил 3 камня. Камни – это наши древние петроглифы сакского, тюркского периода. И я думаю, что когда увидели французские галеристы, те, кто пригласил и попросил представить эти работы, представить с помощью этих работ Казахстан современный, я думаю, что это будет очень интересно французской и европейской публике. До посещения выставки «На магическое сердце» французские дипломаты не были знакомы с творчеством Санжара и его дочери Жанель. Уведенные работы поразили глубоким смыслом, философией и духовностью. Высокие гости убеждены, богатая тюркская культура способна покорять сердца, в том числе избалованной европейской публике. Новый предмет «Основы антикоррупционного законодательства» предлагают ввести в вузах. Авторы идеи – работники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Новые уроки, говорят, следует включить в план сучи с этого учебного года. Борцы со взятками также считают, что в крупных университетах студенческие клубы Санала Орбаб не успевают работать со всеми учащимися. Поэтому следует увеличить их количество. О вреде взяточничества антикоррупционеры намерены рассказать и более младшему поколению. В планах проводить лекции как среди студентов, так и школьников. Свои предложения они озвучили сегодня на молодежном форуме в Алматы. Гипермаркет «Леруа Мерлен» приглашает на празднование Науры за жителей Алматы и области. 23 марта клиентов магазина ждут не только угощений и конкурсы, но и грандиозно низкие цены. И это еще не все. Гость программы – розыгрыш товаров на крупную сумму. Почему стоит праздновать Науры за «Леруа Мерлен» знают наши корреспонденты. К Науры за «Леруа Мерлен» готовятся основательно и в лучших традициях. Баурсаки, кожи, множество подарков, конкурсов, мастер-классов и яркая концертная программа. В праздник весеннего обновления клиентов гипермаркета ждут и обновленные цены, беспрецедентно низкие. Один счастливчик даже закупится товарами на 3 миллиона тенге. Сертификат на эту сумму разыграют прямо во время празднества. Самое главное – это будут товары по уникальным ценам, по ценам, которые еще никогда жители Алматы не видели. Будет концертная программа, у нас будет бауржан-шоу. И в конце дня всех ждет грандиозный розыгрыш призов и подарков. Главный приз – это сертификат на приобретение товаров у нас в магазине на сумму 3 миллиона тенге. Предпраздничная суета сейчас и у сотрудников магазина. Но хлопоты, говорят, только приятные. Работники Леруа Мерлен готовы встречать, удивлять и радовать своих клиентов в праздничный день. Можно принять участие на семейное фото, фотоконкурс «Кто придет с самой большой семьей». А также на улице вас будет ожидать алтабакан, угощения, а также много сладких мастер-классов. Угощений будет очень много, приглашаем вас всех. В Леруа Мерлен можно найти любой товар для строительства, отделки, ремонта дома, дачи и сада. На полках разнообразный ассортимент. Всего более 30 тысяч наименований. Радует то, что любой продукт здесь отпускают по низкой цене. Безусловно, у нас самые низкие цены. Мы это гарантируем. Если клиент приходит нам и говорит, коллеги, вы не правы, вот смотрите, есть место, где я могу приобрести товар ниже, мы проверяем эту информацию и опускаем эту цену минимум на 5%. Большой праздник, напомним, развернется здесь 23 марта. Леруа Мерлен на Ташкентском тракте приглашает всех жителей Алматы и Алматинской области на Наурыз. Рамина Макаримова, Сет Кундагбаев, телеканал Алматы. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин